МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты 1-го карагандинского канала Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители города Каражал жалуются на сокращение рабочих мест. Почти треть жителей городка вынуждена покинули свой город. Глава региона Нурмухаммед Авдибеков решил проверить готовность энергетических предприятий города к отопительному сезону. В Караганде состоялось открытие мемориальной доски почетным докторам медицинских наук. Треть жителей города Каражал вынуждена покинули свой город. В регионе люди жалуются на сокращение рабочих мест. Сейчас с 29-тысячного населения в городе осталось только порядка 9 тысяч жителей. В проблемах моногорода разбирался наш корреспондент. В 90-е годы в Каражале началась разработка новых угольных месторождений, но закрылись предприятия, принадлежащие компании Арселармитл Тимиртау. Люди разъехались в поисках работы. Сегодня есть вероятность, что исправительную колонию, находящуюся в этом регионе, тоже могут закрыть, а в ней работают около 300 сотрудников. Я проживаю в этом городе уже 67 лет. Вся жизнь Каражала прошла на моих глазах. Были времена процветания и провала. Сейчас тут царит целая безработица. Все потихоньку переезжают в другие города. Для молодежи вообще нет никакого будущего. Об оптимизации колонии в городе говорят уже два года. Кроме сокращения предприятий, эта новость для сотрудников стала еще одним ударом. Карагандинка Сани даже переехала сюда два года назад с осужденным сыном, который отбывает срок в колонии Каражала. Теперь она боится, что если закроют зону, всех осужденных переведут в другие места. Я два года назад переехала сюда, ради него, в этот город. И с детьми, трое детей его, супруга его. Мы приехали в этот город. Строюсь на работу. Вроде работаем, все хорошо. Но сейчас, если его переведут обратно куда-то, и говорят, вообще далеко этапируют. Не в Карагандинской области, а куда-то подальше. Я не знаю, как дальше быть. Это просто у меня нет сил, невозможно поехать за ним. В исправительном учреждении сегодня работает более 300 человек. Эта работа является основным заработком. Аким города Каражала Кайрат Шурмамбаев не скрывает безработицу, но утверждает, что в ближайшее время откроются еще два новых предприятия. У нас полтора процента где-то уровень безработицы фиксированный на сегодняшний день. И нужно сказать, что несмотря на сегодняшнюю экономическую ситуацию, по сравнению с прошлым годом, уменьшение на 0,5% у нас фиксированный уровень безработицы уменьшен. Кроме того, есть заметные снижения по малообеспеченным гражданам. Хотя, учитывая те процессы, которые происходят на сегодняшний день, нами дополнительно предусмотрены суммы на социальные пособия. В городе много и других проблем. Разрушен памятник Победы, который давно требует реставрации. Пустые дома превращаются в мусорные свалки. Ожидание лучшего затянулось довольно надолго. Все это не вселяет оптимизма в оставшиеся жителей. Благоустройство нашей Стеллы Победы. Вот сейчас мы ее разобрали. Я думаю, честно говоря, вопрос там. Мы разобрали Стеллу Победы. То есть она здесь. Делаем площадь, делаем новый мемориал. Планируем его до Нового года закончить. В следующем году, чтобы 9 мая отмечать там на новом мемориальном конкурсе. Судьба Каражала и исправительной колонии горожанам неизвестно. Жить неведенней и без веры в завтрашний день довольно сложно. Гульза Ацахова, Александр Царикидзе. Первый Карагандинский. Сельские предприниматели Карагандинской области проведут фестиваль Баурсака и Кумыса в Астане. Сейчас бизнесмены со всех районов области готовятся к большой ярмарке, которая состоится 10 и 11 октября в столице. Ход подготовки обсудили в областном акимате. Нашу область на сельскохозяйственной ярмарке будут представлять более 50 предпринимателей. Бизнесмены из сел и городов-спутников повезут на ярмарку 67 палаток и собственную продукцию. 50 палаток отводятся сельским районам для реализации сельхозпродукции. 13 палаток городам Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск для реализации продукции и переработки. Также на заседании в областном акимате обсудили цены на продовольственные товары. По информации чиновников, в нашем регионе возросла стоимость яиц и сахара. Остальные продукты не подорожали. Немного превышает индекс потребительских цен республиканского уровня стоимость непродовольственных товаров. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков поручил и дальше контролировать ценовую политику и тщательнее готовиться к предстоящему выезду. Таким вам районов городов обеспечить выполнение всех предусмотренных планов мероприятий по подготовке к проведению ярмарки. Особое внимание обратить на надлежащее оформление торговых палаток, форменной одежды продавцов, поставки запланированного объема продукции. Кроме сельскохозяйственных товаров, чиновники готовят и развлекательную программу. Фестиваль Баурсаков и Кумыса должен сопровождаться выступлением артистов. Все номера должны быть в национальном колорите, поручил Аким области. Аймам Ренал Жасгабасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. С начала отопительного сезона местные власти дали начало строгим проверкам. Так как в некоторых объектах города все еще продолжаются работы по замене отопительных сооружений. Социально значимые объекты города должны быть готовы к суровой зиме в первую очередь. Ряд проведенных работ и готовность важных центров решили проверить местные власти. Глава региона Нурмхамед Абдебеков лично ознакомился с тем, как ведутся данные работы в нескольких школах, а также детских садах Хуаныш и Байтирек. При входе во все эти центры сразу чувствовалась высокая готовность заведения в предстоящей зиме. Далее Аким области с проверкой готовности к отопительному сезону направился в областной детский психоневрологический диспансер, оказывающий помощь детям от 2 до 18 лет. Нурмхамед Абдебеков осмотрел детскую клиническую больницу с круглосуточным стационаром на 290 коек, 10 специализированных отделений по 17 профилям. Мы не только оказываем медико-социальную помощь в рамках... Программу объезда также вошло посещение двух жилых домов по улицам Карбышева и Ленина. Все вышеуказанные объекты оказались на 100% готовы к отопительному сезону 2015-2016 годов. Прямо горяченький батаре... А двор какой у нас? Ой, это слов нет. Кроме того, Аким области ознакомился с ходом реконструкции тепловых сетей по улице Ленина и Гоголя, которые ведутся в рамках программы «Нурлыжол». Работы в данном направлении ведутся согласно утвержденному графику и, как доложили руководители подрядных организаций, будут закончены сроки. Фариза Улбаева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Готовность энергетических предприятий города к отопительному сезону решил проверить и Аким области. Под взор главы региона в этот день попали основные тепло- и энергоисточники города – ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Осмотр теплодарительного центра Караганды начался с обхода территории и далее продолжился исследованием основного и вспомогательного оборудования станции. Показывая проведенную ремонтную работу общей стоимостью 20 миллиардов тенге, директор ТОО «Карагандаэнергоцентр» Мадди Айбишев показал всю усовершенствованную технику. В этом году подготовка к отопительному сезону в двух станциях прошла с особой ответственностью. Проведен капитальный ремонт, усовершенствована вся техника, были реконструированы котла, агрегаты и турбины. Кроме того, большое значение в этом году уделено снижению выбросов. В рамках инвестиционной программы по бандернизации были установлены новые золоулавливающие установки – эмульгаторы, выполняющие функцию экологического фильтра. По запасам топлива у нас также нормативные запасы имеются, как по углю, так и по мазуту. Поэтому результаты сегодняшних докладов и осмотр показывают, что обе станции полностью готовы нести нагрузку. И в этом отношении мы надеемся, что стабильно, надежно проведем отопительный сезон. Завершение объезда Нурмухаммед Абдебеков дал ряд поручений, касающихся безаварийного прохождения отопительного сезона, для полной достоверности своих слов. Фариза Албаева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Вакцинация против инфекционных заболеваний – очень необходимое дело. Проводенная вакцинация сохраняет здоровье молодых, особенно детей. Очень важно помнить родителям, что необходимо проводить профилактические прививки. Бояться этого не нужно. А если даже в легкой форме заболевает, то осложнений, опасных для жизни, никогда не бывает. Строго обязательно проводить профилактические прививки, для того, чтобы не было проблем со здоровьем нашего начинающего жить поколений. Пройти обязательную, необходимую вакцинацию. Вопросов буду, не буду, не должно быть. Вот советская система вакцинации, мы же все выросли в этом, мы все получили прививки. Она самая действенная, самая результативная. И надо не бояться и обязательно защитить детей. Вы не имеете права подвергать своих детей такой опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Городские власти обсудили вопросы о проведении ремонтных работ на 2015-2016 года. Также был затронут вопрос о мерах восстановления дамбы, которая была разрушена весенними паводками. В ходе собрания выяснилось, что на следующий год планируются работы по 37 объектам на общую стоимость, превышающую 8 миллиардов тенге. Планируется строительство двух новых дорог на улице Букетова. Работы проходят два этапа на участке от проспекта Шахтеров до улицы Приканальная. Проект разделен на два года. В ходе конференции стало известно, что проведутся значимые мероприятия по замене водопровода, канализации, теплосети и ремонту дорог в центре города, а также в районах сортировки при Шахтинском, Айкудуке и объездных путей на Востоке 1, 2 и 3. Наши все программы, планы по ремонту дорог переданы в наши коммунальные службы ТО «Теплотранзит» и «Караган-ТОСУ» для того, чтобы наложить на их планы ремонтных работ. И, соответственно, сегодня, сейчас мы будем по каждому участку совместно давать свои, так сказать, информацию, что мы планируем в следующем году. На сегодняшний день горожане столкнулись с проблемой пробки. По решению недуга будет идти расширение дороги, а также строительство новых путей. Большинство участков включены в разработку плана по многочисленному обращению граждан. Все дороги, где будут проведены работы, были изначально исследованы и будут завершены уже в 2016 году. Мы планируем заменить 23 километра 800 метров тепловой сети, заменить 840 единиц запорной арматуры, восстановить 6400 метров квадратов с вольтобетонным покрытием. Между тем, в дамбе вблизи Федоровских дач уже завершены восстановительные работы, которые проводились силами и средствами дорожных предприятий. Коммунальщики уверяют, таких масштабных строительных работ дороги Караганды еще не видели. Мечта карагандинских водителей наконец начала воплощаться в реальность. Осель Сазанбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Карагандинские чиновники начали борьбу с нерадивыми владельцами рекламных текстов. Сегодня на рейдовую проверку вместе с сотрудниками управления по развитию языков вышли и наши корреспонденты. Какие ошибки часто встречаются в городе и кто за них в ответе, вы узнаете из следующего сюжета. Шахтерская столица пестрит рекламными вывесками и баннерами с ошибками. С начала этого года было выявлено более 700 фактов нарушения закона о языках, которое гласит, что рекламные тексты должны быть на двух языках. Зачастую ошибки именно на государственном языке. Исправлять их владельцы торговых точек не спешат. Реклама должна быть на двух языках, а у нас зачастую только на русском. Если на казахском языке перевод и есть, он полон орфографических и стилистических ошибок. Наш рейд нацелен на то, чтобы исправить эту ситуацию. Ошибки сплошь и рядом. Вот и на вывеске этого магазина без них не обошлось. Администратор торговой точки при нашем визите обещала тут же все исправить. Ошибка у нас действительно вышла. Я о ней знаю. Прошу прощения за нее. Обещаю срок до завтрашнего дня все исправить. Проверки проводятся два раза в год. Рейд продлится до конца октября. Самые злостные нарушители закона о языках будут наказаны штрафами, говорят чиновники. А имамлина Исламбегуспан Александр Цирикидзе, первый карагандинский. При поддержке Министерства здравоохранения по социальным программам в Караганде были организованы общественные слушания, в котором круг специалистов обсуждали основные проблемы людей с психическими нарушениями. В Караганде такое общественное слушание с участием врачей, ученых и психологов проводится впервые. Главной темой заседания были люди с психическими заболеваниями. Обсуждали все категории заболевания и право больных с ограниченными возможностями. И сегодня задача нашего общества сломать эти стереотипы, чтобы эта категория людей включилась в социум, стали максимально полноценными и реализовали все те права, которыми наделены вообще любой гражданин нашей республики. И сегодня государство придает большое значение именно социализации этой категории больных. На сегодня в Казахстане уделяется особое внимание больным с психическими заболеваниями. Задача слушания мотивируется собрать как можно больше полезных рекомендаций, что в будущем, говорят медики, повлияет на ратифицированную конвенцию по правам инвалидов. По итогам будет большой круглый стол экспертный в городе Астане. Вот все те рекомендации, которые нарабатываем, мы их там как бы озвучим. И это будет помощь для государства, чтобы выполнить как можно лучше эту ратифицированную конвенцию по правам инвалидов. Общественное слушание на сегодня проводится в пяти регионах Казахстана. В них активно принимают участие также медицинские вузы. По словам специалистов, результат должен оправдать все проделанные работы. Гульза Цахова, Александр Церекидзе, Первый Карагандинский. Сегодня Карагандинский государственный медицинский университет открыл мемориальную доску почетным докторам медицинских наук. Имена Ирины Серебровской и Якова Лазариса увековечили в честь 65-летия медицинского вуза. Все подробности у Ларисы Хусейновой. Яков Лазарис возглавлял кафедру патологической физиологии в Карагандинском медицинском институте 35 лет. Среди его учеников врачи-эндокринологи, заведующие кафедрами и лабораториями сегодня трудятся не только в Казахстане, но и в разных уголках мира. Ирина Серебровская в 1951 году была откомандирована в Карагандинский медицинский институт. Так сложилась судьба, что Ирина Серебровская и Яков Лазарис стали супругами. И после выхода на пенсию профессора Лазариса, Серебровская стала заведующей кафедрой патологической физиологии. Мемориальную доску установили на стене дома, где раньше жили великие ученые. В честь 65-летия Карагандинского медицинского университета сотрудники вуза решили увековечить имена профессоров медицины. Карагандинский государственный университет славится профессиональными преподавателями. А нынешние преподаватели – это бывшие ученики Лазариса и Серебровской. Сотрудники медицинского вуза решили именно так почтить память своих бывших учителей. В том же доме до сих пор живет ученица профессоров, которая их хорошо помнит. Я жила с ними в одном доме, но, будучи студенткой Карагандинского государственного мединститута, я их знала как преподавателей, как профессоров. Необыкновенно скромные люди, необыкновенно грамотные, порядочные, которые научили и порядочность, и честность, и гуманизм, и самым высочайшим добродетелям, которые вообще существуют в человеческом обществе своих учеников. Благодаря сотрудникам Карагандинского государственного медицинского университета многие будут знать, что в этом доме жили великие доктора медицинских наук. Лариса Хусейнова, Олеген Рашидов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские паралимпийцы представляли Казахстан на Всемирных играх Международной Федерации, которые прошли в городе Сочи. Спортсмены пополнили шкатулку страны с семью медалями. В состязаниях приняли участие более 800 спортсменов из 34 стран мира. Казахстан вошел в десятку стран-лидеров. Соревнования проходили по шести видам спорта. Легкой атлетике, плаванию, стрельбе из лука, настольному теннису, тайквондо и армспорту. По легкой атлетике наши спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. По плаванию два серебряных и одну бронзовую. Игры являются одним из этапов подготовки спортсменов по легкой атлетике и плаванию к 15-м паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. При этом результаты, показанные на играх в Сочи, будут влиять на отбор спортсменов чемпионата мира и завоеванию лицензии для участия в паралимпийских играх 2016 года. Всего от Казахстана было 50 спортсменов по пяти видам спорта. Это плавание, легкая атлетика, настольный теннис, парадок фондо и стрельба из лука. Командой Казахстана завоевано пять золотых медалей, пять серебряных и шестнадцать бронзовых. Общекомандное шестое место. О новостях на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Амансово Гомстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова